Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В моей голове был план, вернее цели, с которыми я шла на работу и с которыми куда-то стремилась и двигалась. Печте вы. А что это были за цели? Елена, чем они были продиктованы, чем они были обусловлены? Как вы поняли, например, то, что это ваши цели? Отчасти делала по чуть-чуть, но ничего не доводила до конца. Это избегание. Вы, вероятно, боитесь успеха. Это проявление избегающего типа. То есть, вы начинаете что-то и потом избегаете, потому что нужно с чем-то сталкиваться в себе, да, с чем-то нужно сталкиваться там, и вам это, ну для вас это невыносимо. За полгода таких попыток я по факту ничего до конца не довела, ничего не попробовала, но уже в моей голове взялась остановка, что я что-то сделал, а мне ничего не вышло. Да, это правда, потому что вы требуете от себя что-то делать только ради результатов. Здесь есть сомнения в ваших целях, которые предполагают, знаете, какой-то именно труд для их достижения. Эти цели не предполагают то, что вы получаете наслаждение во время процесса. То есть, вы видите только цели. Но напрочь игнорируете векторность, напрочь игнорируете направление. вот какое-то. И, соответственно, вопрос возникает. Нравится ли вам вообще делать то, что вы делаете? Ну, именно вот без привязки к целям, да, без привязки к целям. Нравится ли вам делать то, что вы делаете? Вот, мне кажется, нет. Получается, на данный момент я не имею связь для работы, не имею мотивации делать что-то дальше, уже не могу что-то думать, и нет желания что-то пробовать. Да, потому что все это делается ради цели, ничего ради процесса. Просто ради процесса здесь и сейчас. Вы все время живете в будущем, вы все время смотрите только вперед на то, что будет, но не смотрите на то, что есть сейчас. К примеру, если провести пример, да, вот, то я бы привел такой пример, да, что вот, допустим, я начинаю заниматься с клиентом, да, начинаю работать с клиентом, вот. И если у меня единственная цель только человеку помочь, да, то есть вот, чтобы у него все было хорошо стало, все хорошо. Это одно, это один вид деятельности и одна направленность. Но, помимо этого, ведь еще может быть история то, что мне нравится человеку помогать, мне нравится сам этот процесс. Вот. Вот если у вас такое. Сейчас для меня самый большой страх того, что я однажды ничего не добьюсь, потому что в моей голове я уже все попробовал и ничего не вышло. А разве самое главное добиться? Если человек добивается, то он буквально делает то, что ему не нравится, ради чего-то, что ему, может быть, понравится. Так вот, такое дело, дело все в этом, что всю свою энергию вы сводите к некой цели, вот. Но при этом игнорируйте удобство, заботу, внимание к себе в процессе достижения этого цели. Этого. Ведь не так важная цель, как важное действие. А вы возвели, значит, на пьедестал именно цели. Ну и я полагаю, что цели эти могут быть не только вашими, как сказал, опять же, мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович. Да? Чем эти цели так важны? Какую проблему вы решаете через стремление достичь этих целей? Понимаете, если в целях, которые ставит себе человек, содержатся некие потребности, которые не связаны напрямую с этой целью, да? То есть, допустим, я хочу быть, к примеру, директором, да, директором магазина. Вот. Хочу быть директором магазина. И я для этого, значит, начинаю работать вот, ну, продавцом в магазине. И если мое стремление стать директором магазина включает в себя потребность, например, в признании, да? Потребность в признании, во внимании, в одобрении, в любви, то эта цель будет для меня сильнее. Эта цель будет для меня мощнее. Но, где гарантия, что я это получу, достигнув этой цели? Раз. Два. А как мне жить, пока я этой цели не достиг? Вот. То есть, как вам, как мне жить, пока я не добился этой цели? Ведь побредность-то моя, она есть здесь и сейчас. Она, ну, как бы существует, существует здесь и сейчас. Понимаете, в чем штука? А вы ее игнорируете. И, соответственно, психика, что здесь, какие выводы делает психика? Что мы ничего другого, кроме этого, не делаем. Да? Мы не удовлетворены. Соответственно, это бесполезно. Все. Ресурсов у нас нет. Дальше. Так. Все останется так же, как и сейчас. Склад, завод и никакого будущего. Не очень понятно, если вы имеете в виду про склад, завод. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Вопрос в том, дело не в складе заводе. Дело в том, вы для чего хотите. Понимаете? Окей. Вы можете бежать. Вы можете пытаться идти от склада и завода. Хорошо. Но, к чему вы идете? И есть ли вообще у вас понимание, к чему вы идете? К чему бы вы ни шли, всегда есть возможность прикоснуться к тому, к чему вы идете. Прямо здесь и сейчас. Всегда есть такая возможность. Надо только заметить. Вот. Дальше. Не требует ли детализации, да, вот, то, что, то, от чего вы идете. То есть, склад и завод. Не требует ли детализации ваша неудовлетворенность ими, ими, ими. То есть, складом и заводом. Да? Так. В чем эта неудовлетворенность выражается? В чем она проявляется? Как она вами воспринимается? Как вы понимаете, что это именно она неудовлетворенность, а не что-то другое? Вот. Ведь может быть и так, что неудовлетворенность склада и завода связана со стыдом или с, не знаю, постоянным обвинением родителей ваших в том, что вы неуспешны и так далее. Или в каких-то стереотипах, что работа на складе и заводе, да, вы там второсортный человек, например, и так далее. Это ведь совсем не простой завод тогда. Вот. В общем, грубо говоря, ваши потребности находятся не в своих формах. И их нужно хотя бы для начала каждую разместить в своей форме. Вот. И позволить вам получать удовлетворение максимального количества потребностей. Вот. В минимальном приближенном времени. И вот тогда посмотреть, как вы будете двигаться и к чего будете действительно хотеть. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что вам это было полезно. Продолжение следует...